Вот не мажорная, моя любимая, и по-моему, самая тонкая, самая изощрённая, и один из шедевров баховских вообще, даже среди больших произведений, это один из абсолютно баховских шедевров по музыке и по тонкости. Я сыграю вот первую часть, а потом прокомментирую, и мы поразмечаем. И, соответственно, конечно, поскольку у нас здесь тридцать вторые, мы впервые встречаемся, когда основной пульс на три восемь, не три восьмых, а именно шесть шестнадцатых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, когда внутренне понятно, именно шестнадцатые, и это основа, потому что здесь много тридцать вторых, и тридцать вторые должны держаться на этих шестнадцатых. Слушаем. Слушаем. Вот, нам пока достаточно, да? Что у нас здесь происходит? Во-первых, у нас здесь принцип синкопы. Тут вот у нас, то есть синкопочка берётся здесь, слышится в следующую долю. Берётся здесь, здесь слышится в следующую долю. То есть, здесь, здесь слышим, здесь, не просто слышим, освобождаем руку. Освободили, услышали, освободили, услышали, освободили. Пам-пим-пим-пим-ти-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Вот здесь. Получается такой саднок. Получается, это у нас принцип пространственной полифонии. То есть, когда каждый голос в своем пространстве, а потом меняется местами, пространствами. То есть, я играю вот такой. Вот такой у меня. Вот так. На клавиатуре. А это уже... Это не легато. Это хоть и с лигой, друзья мои, но лига не всегда будет легато. Это как бы такое... Такое как бы произнесенное в квази-легато. Можно, конечно, легато сыграть. Если вот с этой цезурой. А вот это было бы не бах. Вот это точно не бах. С цезурой бах. И опять же. Санктус. 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 Удвоенная. Первая доля. Запомните этот принцип. Он встречается очень часто. Как это... Элемент сарабанды, кстати. Сарабанда. Удвоенная сильная доля. Одинаково тяжелая здесь. Санктус. Санктус тоже. Какая-то относится к этому долю. Значит, что у нас получается? Где я слышу? Смотрите. Вот здесь я слышу. Сейчас. Здесь. Вот здесь. А это у меня коротко. Совсем коротко. Не такое стаккадо. А кратчайшее. Обжигающе и трепьяно. А здесь смелая мицефорта. Поэтому голоса. Здесь тоже трепьяно. А вот здесь я играю вот такие изощренные артикуляционные лиги, которые в клаверной музыке Баха редко обозначал. Но зато в камерных сочинениях, в оркестровых и в ротариальных подробно выписывал, в том числе и в клавире, но и у других. Вот, друзья мои, не фразировочные лиги, а артикуляционные. У нас большинство, конечно, педагогов будут по фразочкам. То есть лига такая будет написана педагогами или редакторами. Сюда, 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 сюда. И это ошибка, друзья мои. Это ошибка. Все правильно. Конечно, за такт. Конечно, парочка идет в дальнюю. Но играется это парадоксальной артикуляционной лигой. Смотрите. То есть у нас есть микроцезура. Вот она. Причем я сильную долю играю без опоздания. У меня самый активный четвертый палец на выходе из линии. И после этого я без опоздания попадаю на себя дальше, подо мной лигой. Опять четвертый палец. Активный, пятый палец без опоздания, без акцента. Потом будет третий палец активный. Вернее, второй палец активный. Без опоздания. Сюда. Видите? А цезура-то у меня проскакивает. Конец лиги-то. Не вот так, как в школах учат. Не вот так. Не вот так. И не вот так. А микро все. Если бы я вам не рассказал, вы вообще не услышали. Смотрите. Я сыграю. Вы бы не услышали. А я сыграю именно так, как написано. И две в руке. Потом они меняются местами. Смотрите. Здесь все наоборот. Здесь. Правая рука. Три пьяна. Стокатиссимо. Двойной контрапункт. Левая начинает играть в Меце Форта. Синкопы. И здесь та же самая штука. Артикуляционные лиги. В левой руке. Да. Я играю. Ничего. Никак. Никак не увеличу. Как. А левая рука у меня уверенная в Меце Форта. Видео. Почти Форта. И тогда оба голоса слышнее, друзья мои. Оба голоса слышнее. Если не так они слышнее. Главной динамики. А наоборот. Будучи полностью разведенными. И в артикуляции. И в динамике. Оба голоса слышнее. Потому что так устроен наш слух. Он слышит контрасты. И тогда мы слышим пространство. Левая рука. Друзья. Мы еще раз смотрим. Активный второй палец. Через цезуру падает без опоздания на третий палец. Под лигой ничего рука не делает. Ничего не делает рука. Активный палец. Падаем на С. Второй палец активный. Падаем без опоздания на С без акцента. Дальше. Активный третий палец. И падает на третий палец. И здесь. Падаем. Получается. Точно как право если сыграть вместе. Это техника артифляционных лик. Которая будет крайне важна. В Моцарте. И в Гайдни. И в Бетховене. И мы это будем специально. И даже в Рахманинове. И даже в Равелле. И Дебюси. И Чаковские. Кстати. Вот кстати. Сразу вам скажу. Что прямо в этой же тональности. Практически не в этой же тональности. В ля мажоре. Начало знаменитое. Да. У Камелька. Вот это самая лига. Вот она. У Баха. И она же написана. Посмотрите. Она же написана. Вот эта парочка. Да. Вот это. Мы можем еще сюда ее. В эту кстати парочку добавить. Вот она. Вот она написана. Не фразировочные. Не вот это пишет. Как все играют. А именно. Ну не все конечно. Умеют. Вот главное. Обязательно. Это играется. И у кого он учился. Чаковский этому. У Моцарта. О чем еще. И все. Обратите внимание. Большинство. Лик поставленных. Чаковским. Не фразировочные. А артикуляционные. И мы этому учимся. Вот на таких вещах. Вот она и есть. Вот здесь можно сказать. Этот мотивчик. Как это ни странно. В ми мажорной. Инвенции Баха. Мотив из Камилька. И вот он здесь же. Басовый. И совпадают они и в артикуляционном плане тоже. Только там. Шестнадцатый. Единственный. Старый. Дальше смотрим. Здесь продолжается. Здесь опять переходим на пианиссимо. Принцип тишайшего. Принцип тишайшего стокотиссимо. Тоже. Пишем клинышки. Тишайший тоже. Три пиан. А здесь опять. Меце форта. Синкопа. Слышим здесь. А здесь вот такая лига. Вот тоже тот же самый вариант лиги. Вот он. Смотрим на руку. Ничего кисть не делает. Палец. Палец активный. И падение сюда без опоздания. Но через цезуру. Поэтому мы цезуру практически не слышим. Но она есть. Потому что если мы сыграем. Мы сыграем так. Это совершенно другая музыка. Это я специально положил в карандаш. Чтобы было понятно, что у меня свободная рука. Что я могу положить вес. Нагрузить весом еще мою руку. И пальцы у меня будут играть с синкопа здесь. Синкопа. Синкопа. Вот здесь я освобождаю руку. Вот здесь освобождаю руку. Вот здесь я освобождаю. Вот здесь освобождаю руку. И ничего не делаю. И вот играю вот такую. К сожалению. Ну здесь соответственно весь такт такой. Вот весь такт, вот такой, друзья мои. Не такой, не такой, не такой. А наоборот, артикуляционная лига. Вот она. Отличат школьный. Получается, двойные связи, тонкие двойные связи. Но цезура должна быть настолько мала, что фактически, если бы я вам не сказал, вы бы ее не услышали. И она же здесь, здесь все та же самая конструкция в левой руке. И играть это наслаждение, друзья мои, что рука. Ни одного лишнего движения кистью. Кисть абсолютно свободна, работает только пальцы. И произносит. Главное окончание лиги, самое активное. Последняя нота, последняя нота под лигой, самая активная. Первая, самая спокойная. И без опоздания. Вот я утрирую. 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 Это получается грузинский акцент. Это стадия грузинского акцента, которую нужно проходить, для того, чтобы поймать. А вот без утрировки точно. Элегантно. Вот. И на этом построено вот это гениальное место. Все. Мы их нарисуем. Которое пронзительное совершенно по красоте. Здесь у нас пианиссимо. Стокатиссимо. И вот этот соль дис минор потрясающий. Играем. Посмотрите, что все лиги, все лиги именно такие. Вот я выписывал их. Все лиги артикуляционные, друзья мои. Не фразировочные А артикуляционные Фразировочная была бы такая Ля-ра-рам, пи-ля-ра, пи-ля-рам Сюда, сюда была бы Как бы что-нибудь А здесь все наоборот И вот такая вот получается Потрясающее звучание Синкопа Синкопа, синкопа Синкопа Слышим здесь, синкопа слышим здесь Синкопа слышим здесь, здесь сображдаем руку Лига отсюда, сюда Ничего не берется И вот эти вот маленькие, малюсенькие лиги Да, мау И семпре стокатисимо пианисимо Семпре, семпре Нигде, именно тогда мы слышим полифонию Не тогда, когда мы играем Не вот это Сейчас покажу школьное исполнение Вполне корректно, возможно Вот, вполне корректно На самом деле это не баховская Не артикуляция, не слышание Убаха Синкопа Здесь слышим Синкопа, синкопа Синкопа здесь Пронзительная музыка Этот удивленный И чуть-чуть поэтам ушедший Как бы чуть-чуть на деминуэнда Ушедший Шестая низкая ступень Вернее, вторая низкая Вторая низкая, не шестая Естественно Неаплитанская Неаплитанская Вот Синкопа здесь Очень важная Вот это здесь играем Здесь освобождаем И слышим И уходим на пианиссимо И у нас здесь I love I love you too I love I love I love you too I love I love И отсюда Мецефорте Отсюда Мецефорте Синкопами Синкопы Вот И так до конца И вот у нас Последний Изящный такт Выписываем А вот здесь Еще можно добавить Мардентик Хорошо Вот эти Замечательные Синкопочки Синкоп Здесь Здесь Причеркну Мардент На долю Все прописываем Пишем 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 Здесь Такая Стокатисимо Слышим Здесь Длинная Нотка Синкоп Слышим Здесь И завершаем Тоже самую Конструкцию Вот она Вот она Вот она Вот она И здесь Тоже Еще Мардентик Вот и Получается Вот еще Лига Важная Вот такая Лига Друзья Вот такая Через цезуру Услышали Фа-диез Услышали То есть Соль-диез Надо сыграть так тихо Что фа-диез Был слышен Слушаем Фа-диез Услышали фа-диез Пошли А здесь у нас Вот эта самая Конструкция Пошли С一